Кашхабская центральная и районная больница пополняет свой медицинский состав и на этот раз к команде присоединился врач-невролог Сергей Пемнев. С 16-летним опытом работы в области неврологии он приносит с собой не только знания и навыки, но и свежий взгляд на методы лечения пациентов. Высшее медицинское образование я получил в Кубанском государственном медицинском университете при Адыгейском филиале на факультете лечебное дело. Получил общее медицинское образование. После этого была у меня интернатура, которую я проходил в городе Краснодаре, в краевой клинической больнице Очаковского и по специальности неврология. Работал я в разных больницах и в разных регионах. Работал я в Краснодаре, работал в Московской области, но теперь работаю здесь. Сергей Алексеевич пришел в больницу по совету своего бывшего однокурсника, который уже работает в этом медицинском учреждении. Это решение стало для него не просто шагом в карьере, но и возможностью стать частью дружного и профессионального коллектива. Меня пригласили, пригласили с теми, с кем я учился в студенческие годы, людей, которых я знаю, меня знают. Вот здесь с моего только курса 4 человека работают. Больница для меня новая, но люди, которые здесь работают, их знают давно и они меня знают. С первых дней работы врач-невролог отметил теплоту и открытость своих коллег, что помогло ему быстро адаптироваться в новом окружении. Первый рабочий день прошел замечательно. Очень дружный коллектив оказался. Здесь и средний медперсонал, и младший медперсонал. В общем, все друг друга знают, здесь рядом все живут. Я так понимаю, что я в разных больницах работал. Я впервые вижу такой дружный коллектив. Работать легко с профессионалами, поэтому мне прям сразу с первого дня все понравилось. Одной из сильных сторон Сергея Алексеевича – его умение находить общий язык с пациентами. Спокойный и уверенный разговор позволяет ему внушать надежду на выздоровление. Вам назначили лечение? Как силы у вас? Ну, с утра давление меньше было, да. Довление уменьшилось, да? Да. Пациент, который обращается в тационар, у него есть проблемы со здоровьем. Мы пытаемся в мере сил наших решить эту проблему. И от того, как у нас это получается, так и складывается отношение к нам, доверие. А диагностическая база зависит от возможностей стационара. Все, что у нас есть, мы используем согласно алгоритму. Лечение в зависимости от нозологии, с каким заболеванием поступил. И используем все, что у нас есть, для диагностики и обследования. В дальнейшем уже переходим к лечению. Вначале ставится диагноз, потом лечение. Какие цели вы ставите перед собой в работе здесь, на ближайшие несколько лет? Я свою деятельность связываю с тем, чтобы развить неврологическую помощь населению. У нас здесь есть, неврологический диагноз в основном зависит от инструментальной диагностики. Что у нас есть из этого? Есть компьютерная диагностика. В ближайшее время, совсем в ближайшее время, будет компьютерная диагностика выполняться с контрастом. Кроме этого, у нас здесь есть УЗИ, УЗИ сосудов выполняется. Мы ожидаем, что в дальнейшем будет еще лучше. Кроме того, Сергей Певнев занимается мануальной терапией, что расширяет спектр его профессиональных возможностей и позволяет более эффективно помогать пациентам. Коллеги отмечают его положительные черты, такие как доброжелательность и готовность прийти на помощь. Эти качества, безусловно, способствуют созданию комфортной обстановки не только для пациента, но и для всего медицинского персонала. Коллектив у нас новый, мы все недавно трудоустроились в Кашенхабовской ЦРБ. С неврологами раньше работала, но для нас Сергей Алексеевич у нас самый лучший невролог, самый лучший коллега и самый лучший друг. К ним мы всегда консультируемся, он всегда поощряет, помогает с нашими пациентами. Опыт у него хороший, очень большой. Он у нас еще мануальный терапевт, то есть не только невролог. Нашим пациентам это тоже очень нравится. Таким образом, приход нового врача-невролога в районную больницу стал значимым событием для всего медицинского учреждения. Его опыт, профессионализм и человечность обещают положительно сказаться на здоровье пациентов и укрепить командный дух коллектива.